Хакеры взломали сайт Минстроя России и потребовали выкуп в 0,5 биткоина. Правоохранители рассказали об активизации криптомошенников в соцсетях и американцу угрожает 5 лет тюрьмы из-за торгов на LocalBitcoins. Привет, меня зовут Даша Талпа и это последние новости крипторынка. Поехали! Ночью 5 июня сайт Минстроя России подвергся кибератаке. Хакеры потребовали выкуп в 0,5 биткоина до 7 июня. В противном случае они пригрозили выложить в открытый доступ персональные данные пользователей. Ответственность за взлом взяла команда хакеров DampForums. Вскоре на сайте появилось сообщение о проведении технических работ. Утром страница министерства работала с перебоями. Минстроя заявили, что персональные данные пользователей сайта в безопасности. Напомню, после начала войны в Украине хакеры Anonymous объявили России кибервойну. Они атаковали Сбербанк, ЦБРФ, российские стриминговые сервисы, такие как Винг, Иви и Киви, а также другие ведомства и компании. Российские правоохранительные органы обращаются к гражданам с призывом не поддаваться на уловки мошенников. Растущим интересом людей к цифровым валютам все чаще пользуются разные аферисты. Они предлагают интернет-пользователям вложиться в какой-то проект, ориентированный на криптосферу, и получить большой доход. Более 80% мошеннических схем реализуются через соцсети, заявили в пресс-службе МВД России. Ведомство наблюдает тревожную тенденцию, при которой увеличилось количество россиян, которые стали жертвами криптомошенников. Помимо привлечения средств в цифровые валюты, злоумышленники стали предлагать людям внести финансовый вклад в создание инфраструктуры для майнинга. Такие схемы продвигаются через различные сообщества на форумах, в мессенджерах и в блогах. Об активности мошенников, использующих биткоин-хайп, ранее часто сообщал и Центробанк России. Кроме этого, регулятор выступает категорически против признания криптовалют легальным средством платежа. Американцу угрожает пять лет тюрьмы из-за торгов на LocalBitcoins. Министерство юстиции США продолжает принимать меры против криптотрейдеров, которые профессионально используют сервисы LocalBitcoins и Paxful для покупки и продажи криптовалют без лицензии. Последний такой случай произошел с 49-летним мужчиной из Сиэтла, который руководил нелицензионным криптобизнесом в Хьюстоне, штат Техас. Министерство юстиции объявило, что Хиенгон Во признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег в период с 16 марта по 8 июня 2016 года. Во использовал Paxful и LocalBitcoins для покупки и продажи биткоинов. Он получал прибыль от продаж, собирая процент от транзакций, который варьировался от 5 до 30%. В течение указанных трех месяцев Во получил и перевел биткоинов примерно на 515 тысяч долларов, которые он получал от своих клиентов наличными, банковскими переводами, кредитными картами American Express, а также подарочными картами Amazon и других интернет-магазинов. Как заявляют в Министерстве юстиции, во время транзакций Во не запрашивал у клиентов персональные данные и не выяснял цель, с которой они покупали криптовалюту. Во разрешили выйти под залог до вынесения приговора 5 сентября. Ему грозит до 5 лет лишения свободы в федеральной тюрьме и, возможно, максимальный штраф в размере 250 тысяч долларов. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, как вы думаете, насколько сильно может вырасти биткоин. Увидимся через неделю. Пока!